Привет всем любителям плавания! Те, кто подписаны на наш телеграм-канал и сидят в чате, читают комментарии, заметили, что самый частый вопрос в этих комментариях «А что такое пульс? 22, 24, 26, 30?» В общем, те значения, которые мы там пишем. И сегодня я отвечу на этот вопрос, а также расскажу, как, в принципе, правильно считать пульсы, что для этого лучше использовать. Поплыли! Итак, давайте для начала расскажу вообще, что такое пульс, точнее, те значения, которые мы пишем. В плавании принято считать пульс на 10 секунд. Почему именно на 10? Потому что нужно это посчитать быстро и точно. Плюс нужно отследить восстановление. Об этом я расскажу чуть позже. Ну и здесь как итог, почему мы пишем именно такие короткие значения на 10 секунд, а не на минуту сразу. А просто потому, что так удобней, так привычней. И достаточно один раз это все запомнить, дело, и не нужно постоянно это будет все потом пересчитывать, переводить. То есть вы запомнили то, что пульс 20 – это 120 ударов, пульс 24 – это 144 удара и так далее. Вы просто запомните, и не нужно вам будет постоянно это все переводить. И давайте дальше разберемся со следующим вопросом. Для чего вообще в принципе считать пульс? Пульс мы считаем для того, чтобы вы прорабатывали именно то, что вам нужно, а не просто хаотично плавали какой-то набор непонятных упражнений, ускорений, либо еще чего-то. То есть если мы определенную пульсовую зону затрагиваем, допустим, зону аэробки, мы там пишем пульс 24, то есть 144 удара. Если мы там где-то ускоряемся и пишем там определенные тоже пульса, именно нужно задание выполнять в тех границах пульсовых значений, которые мы указываем на 10 секунд. То есть если говорить коротко, чтобы тренировки были максимально правильные и грамотные, чтобы вы прорабатывали именно то, что вам нужно. К тому же пульс нужно считать для того, чтобы отслеживать вообще в принципе свое состояние, то есть считать восстановление. Как считать восстановление, опять же поговорим чуть позже. Итак, давайте разберем два основных способа, как считать пульс. Первый вариант, это мы считаем самостоятельно, то есть мы либо прикладываем руку на ребра поближе к сердцу, считаем импульсы, либо прикладываем на артерию и также считаем количество ударов. И второй вариант, это считать гаджетами. Мы с Алексеем большие адепты того, чтобы считать пульс самостоятельно. Далее объясню почему. То есть мы такие консервативные в этом плане люди, и поэтому давайте рассмотрим плюсы и минусы двух этих вариантов. И давайте начнем с варианта, как считать пульс самостоятельно. Вы, когда касаетесь бортика, после определенного отрезка сразу же прикладываете руку на пульс и считаете за 10 секунд. Как можно быстрее вам нужно начать это делать. То есть не так, что вы коснулись, сняли очки, поправили шапочку, уже секунд 10 прошло, вы только начали считать. Нет, как можно быстрее после касания нужно начать считать, чтобы получить точные значения пульса. То есть вот эти единоразовые замеры, как правило, делаются, если вы плывете большую какую-то серию, и там, допустим, 20 по 100, просто к примеру, и считаете пульсом после 4, 8, 12, 16 и в конце. И вот между отрезками, когда у вас идет какой-то режим, чтобы успеть посчитать, вот как раз вы один раз посчитали, то, что вы идете в нужной пульсовой зоне, той, которая вам требуется, посчитали, плывете далее. А вот в конце, когда вы приплываете задание, вам нужно посчитать пульс, с которым вы закончили серию, и посчитать восстановление. Как это делается? К примеру, опять же, просто вы приплываете, когда стрелка находится на нуле. Вы отсчитали 10 секунд, то есть от нуля до 10. Это первый пульс ваш основной, то есть на какой вы плыли вашу серию. Второй пульс нужно считать через 30 секунд, после того, как вы приплыли. То есть, если вы приплыли в ноль, следующий, второй раз вы считаете с 30. Опять же, вы посчитали его, узнали какое-то значение, пульс должен достаточно уже хорошо опуститься вниз. И третий раз вы считаете через минуту, то есть снова с нуля. Вы его посчитали, и хороший показатель о том, что вы правильно восстанавливаетесь, то, что у вас нет проблем с восстановлением, если у вас пульс падает ниже 120 ударов. То есть, если мы, опять же, берем на 10 секунд, то есть меньше 20. Там 19, 20, 18, ну пусть там пограничные какие-то значения, допустим, 21. Если вы плыли что-то достаточно такое мощное на высоком пульсе, ну, в принципе, третий пульс там может быть в районе 22. Это будут хорошие показатели о том, что вы правильно восстанавливаетесь, о том, что вы хорошо высыпаетесь, правильно питаетесь. В общем, у вас нет проблем с восстановлением. Если вы считаете восстановлением, допустим, у вас происходит такое, что задание было, допустим, на пульсе 26, вы считаете, у вас пульс там 26, 24, 22, это значит, что вы плохо восстанавливаетесь. И нужно уделить внимание тем, что вы делаете вне бассейна. То есть, скорее всего, вы где-то плохо выспались, неправильно покушали, точнее, недостаточно покушали. В общем, какие-то стрессы, я там не знаю. В общем, разобраться с тем, что происходит у вас в период того, когда вы находитесь не в бассейне. Скорее всего, причина находится там. И давайте разберемся с гаджетами. Что с ними не так, по нашему с Алексеем мнению. Об этом постоянно у нас ведутся споры в нашем телеграм-канале. Многие с нами соглашаются, многие с нами не соглашаются и начинают спорить. Вот давайте мы сейчас с этим будем разбираться. По сути, все гаджеты сводятся к двум типам. Первый – это оптический датчик. Ну, вы знаете, он, как правило, находится всегда в часах, в браслетах. Либо еще бывают такие отдельные датчики, которые там крепятся на резинку от очков и считают от головы где-то вот здесь, в височной зоне. Суть и дело не меняет. Это все оптические датчики, как они работают. Если вам интересно, можете почитать. Не будем в это углубляться. И второй тип датчика – это, можно сказать, импульсный датчик, который крепится на ремень, вот как раз-таки к ребрам. И он считает не через вот этот оптический световой сенсор, а, можно сказать, он считает как раз-таки импульсы от сердца, которые пробивают вашу грудную клетку сердцем. Давайте я начну сначала с нагрудного датчика, который считает импульсами именно. Это самый точный прибор, который лучше всего измеряет пульс. То есть ему не важно, попала под него вода, не попала, он улавливает импульсы вашего сердца, то есть конкретные стуки, удары. И от этого он показывает максимально правильные значения. Но самый главный его минус – то, что он слетает, когда вы плаваете. То есть он отлично подходит под гидрокостюм. Когда вы плаваете на открытой воде, когда вы, допустим, плывете соревнования, то есть вы его надеваете, прижимаете гидрокостюмом, он никуда не денется, хорошо держится. Но если вы достаточно мощный пловец, и вы, допустим, хорошо можете сделать выход, отталкивание от бортика, поворот, он постоянно заворачивается и слетает. Алексеем это уже на практике проверено. У него постоянно он слетает. И у многих наших учеников, которые пользовались этим датчиком, та же самая проблема. Когда они отталкиваются, он у них постоянно слетает. От этого, соответственно, случаются постоянные погрешности. И второй тип, самый распространенный, это оптические. В чем проблема оптических датчиков? Проблема в том, что они дают погрешность и достаточно критичную. То есть в целом, когда вы находитесь в спокойном состоянии, либо там ходите, бегаете, спите, лежите, то есть находитесь не в воде, они в целом достаточно точно считают. Но когда вы попадаете в бассейн, под них попадает вода, и они в целом дают достаточную погрешность. К тому же, через эти датчики невозможно посчитать восстановление, то вот о чем я говорил до этого. Когда вам нужно узнать, как вы восстанавливаетесь, эти все датчики, приборы, они не смогут вам показать с определенной периодичностью, какой у вас показывается пульс. Плюс многие из этих часов, браслетов, каких-то там других датчиков, они не сразу срабатывают. То есть да, они как бы считают в моменте, но вам нужно узнать пульс вот четко в тот момент, когда вы коснулись бортика. И пока они с какой-то там своей последовательностью, алгоритмами, когда они посчитают, когда они вам покажут. Но это достаточно такая неточная получается информация. Поэтому вся проблема вот этих оптических датчиков, часов ваших, там Apple Watch, Garmin'ов и прочей, там Polar'ы, еще какие-то там они есть, вся проблема сводится к двум простым вещам. К неточности. Гатя, а почему ты про восстановление говоришь? Че? Если они типа отслеживают момент, просто раз в 30 секунд посмотрел и все, где-то там можно, они же на суше это делают. В результате у тебя потом график по всей тренировке. Здесь беда только в том, что оно пропадает. Почему некоторые-то не могут тебе условно четко через минуту показать? Apple Watch'и так не сделают. У Moto, допустим, Apple Watch'и так не работают. Он, когда приплывает, нажимает, и он только начинает считать. Нет, там должна быть случая, чтобы они постоянно считали. Во время тренировок, ты подключаешь тренировку, и они считают просто всегда. Не? Ну и они же все равно с какой-то периодичностью только обновляют этот пульс. Здесь надо смотреть, но скорее всего во время тренировки она очень маленькая. Каждые 5 секунд. Даже 5 секунд может быть показателем. Не знаю, мне кажется, это не такая большая проблема. Вся вот беда в том, что она просто теряет. Теряет пульс, и когда вот он потерял, ему надо долго думать, чтобы его найти. Вот это беда. То есть ты когда вот, если просто надеваешь, он начинает измерять его там через не по 30-40 секунд. Вот ты условно приплыл, у тебя они потерялись, где-то по полку делал. Ааа. Она попала, она теряется, и они спаят. Кто пытаются найти, кто не могут этот пульс. Все, я понял. Я сейчас сделаю небольшое отступление. Я начал говорить информацию ту, о которой я думал. Но меня сейчас Алексей поправил, так как он уже испытал все эти разные приборы, способы подсчета пульса. Все сводится к тому, что эти датчики показывают либо с погрешностью, либо если они, допустим, по ходу дистанции потеряли пульс, и они, соответственно, не продолжают это делать. Вам нужно приплыть, нажать, они там начинают только где-то его высчитывать. В общем, опять же, повторяю, все ведет к тому, что будет погрешность, будет какая-то неточность, будут какие-то проблемы. Да, сейчас в комментариях найдутся те, у кого не будет такой проблемы. Понимаю, все гаджеты разные, их очень много развелось сейчас, но сути дела не меняет. Так или иначе, он дает все равно погрешность. Я это проверял на своих учениках, Алексей проверял это на себе, на своих новых классных супер ультра каких-то там гарминах, они у него дают погрешность. Лех, как у тебя они там называются? Гармин Феникс 7 Pro. Еще раз. Гармин Феникс 7 Pro 3G 128 терабайт с Wi-Fi. В общем, там вот такое вот название. Ну, я думаю, те, кто вот разбирается во всех этих гарминовских триатлонных историях, понимают, о чем идет речь. В общем, эти часы у него дают погрешность. Так или иначе. Поэтому, даже несмотря на то, что это такие крутые, навороченные, заточенные под вот этот весь спорт-триатлон часы, даже они дают погрешность. Поэтому, Алексей все равно продолжает, по крайней мере, в воде, считать самостоятельно. Если вам будет интересно, давайте даже сделаем так, чтобы было прям совсем все. объективно мы сделаем ролик с тестом разных гаджетов. Там будут часы, браслеты, гармины, Apple Watch, всякие вот эти вот датчики. В общем, все, что сможем найти, все расскажем, покажем, протестируем, сравним с подсчетом самостоятельным, сделаем какое-то умозаключение. Возможно, я сейчас ошибаюсь и я поменяю свое мнение. Вряд ли. Поэтому давайте сейчас переместимся в воду и я покажу наглядно, на практике, как правильно считать пульс самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok с секундомером. Ну вот и все. Теперь вы знаете, как правильно считать пульс с секундомером. Если он есть в бассейне, если его нет, то знаете, как считать по часам. Ну и если вы у нас в комментариях в телеграм-канале увидите тех, кто будет спрашивать, а что такое пульс 22, 24, 26, можете смело отправлять им этот ролик, чтобы они тоже знали. Ну а по поводу гаджетов, если будет интерес, если вы напишите в комментариях, что вам эта тема интересна, снимем обзор и сравнение на разные типы этих гаджетов. Собственно и все. Всем удачи, всем пока.